А в магазине Механика продолжается распродажа. Скидка на лучшие игры до 90%. Ключи и аккаунты по нереально низким ценам. Заходи и покупай. Ссылочка в описании. Всем привет, ребят, с вами Механик. Сегодня мы вместе с вами поиграем в City Car Driving и поработаем водителем автобуса марки Paz. Я думаю, что каждый из вас ездил на таком автобусе. Я так вообще несколько лет проездил на таком автобусе, когда ездил в универ. И, блин, это, конечно, нечто. Особенно зимой, когда все в огромных куртках сидят там или стоят, толкаются. Да, это были веселые времена. Особенно, когда ты стоишь вот здесь вот сзади, у задней двери. Тебе надо пройти, выйти. Он не открывает заднюю дверь. Тебе надо заплатить, протиснуться через всех. Черт возьми, это просто, просто божественно было. Вот, наверное... Знаете что, напишите в комментариях, какое у вас самое любимое место. Мне кажется, что вот это вот мое самое любимое место. Вот это, либо вот то вот предпоследнее. Ну, вы поняли, да? Какое вот то вот. Ну, вот здесь прямо рядышком которое. Короче, напишите свое место, какое вам нравится. Вот здесь слишком узко сидеть. Да, единственное место одиночное, такое для одиночек. Но оно очень узкое. А вот здесь шикарно, мне кажется, сидеть. Как бы ты со всех сторон окружен окнами. Сможешь смотреть вообще в любую сторону. И типа такой на контроле держишь автобус. Так, ну вот оно. Вот еще крутое место тоже. Вот здесь у окошка. Вот здесь у окошка. Ну, здесь, как видите, постоянно какие-то таблички стоят. А вот тут нифига никаких табличек. Обычно только какие-то занавески висели. Но нас сегодня интересует прежде всего вот это водительское место. И вон чирики еще бумажные лежат. Офигеть можно. Ладно, что-то я, наверное, заболтался сегодня. Так что давайте мы запустим двигатель. Ух. Ух, V8-то какой здесь. Здесь же ZMZ-шный V8, по-моему, под капотом. Подоткнули передачку. Так, кстати, ближний свет надо включить. Попробуем сегодня все по феншую делать. Поворотнички подоткнули. Опять чихнуть хочу. О! И спокойненько едем. Твою ж, бабушку, что творится, а? Я пытался тормозиться, как только мог. Вы сами видели. Офигеть, просто я никогда не ездил за рулем. Такого автобуса. И, наверное, в реальной жизни, наверное, не хотел бы прокатить. Хотя, мне кажется, это очень прикольно. Слушайте. Мне нужно кое-что проверить. Давайте вот так вот сделаем. Сейчас такую, как сказать, остановочку мы сделаем с вами. Я хочу кое-что проверить. Ага, вот. Вот как оно можно. То есть, можно сесть поближе и вот так вот повыше, поближе или наоборот подальше. Не знаю, как лучше сесть, чтобы вообще все видеть, чтобы максимально на контроле быть. Я вижу отсюда салон и вижу часть зеркала. Так, а так и нифига не вижу. Ладно, наверное, вот так вот мы сядем сейчас. Просто хочется очень близко подъезжать к машину, как всегда водители пазиков делают. Так, ну что, давайте тогда стартуем, ребят. О. Слушайте, а он бодро едет. А скоростей всего четыре. Это чтобы не запутаться. Ух, быстровато. Что-то я... Быстровато. Нет, надо помедленнее на нем. Хотя, мне кажется, они топят сотку только в путь. Нормальный такой сигнал, гудочек хороший. Показал, что поворачиваю. Успел. Так. Мне нужно ехать вот туда. Выскакиваем. Выскакиваем, выскакиваем. Едем. Так, третья передачка у нас. И сейчас мы будем поворачивать вот сюда. Оттормаживаемся на пешеходнике. Офигеть. Очень короткая такая первая передача. Вообще, все передачи очень короткие. Класс. Шикарная вообще тачка. Хотя, это не тачка, это автобус. Но я думаю, что мне просто физически не дадут категорию для езды на автобусе. Даже если бы я пошел учиться. Ух ты же, гиппономать. Куда влетел? Очень... Знаете, он в чем он плюс? Он такой маневренный, прям вообще класс. Так, ждем. Честно говоря, я пытаюсь ездить очень аккуратно. Честно пытаюсь, но не получается. Сейчас вот подъезжаем прям вплотную к Иксу. Даже можно ближе, я думаю, еще можно. И, наверное, еще чуть-чуть. Ну, вот так вот достаточно. Ну, вот, вот так, вот так. Все, хватит. То есть сейчас я столкнусь с ним. И он вообще затупит тогда и никуда не поедет. Ну, слушайте, ну, пока он стоит... Кстати, много места еще достаточно было. Первая, так скажем, регулировка. Так. О, господи, мне... Нас звонят тут. Я испугался, ребят. Ладно. Ничего, продолжаем. Ну же. Ну же. Что ты стоишь, гаишник? Пусти же меня. Скорее, мне надо ехать. Люди стоят, ждут. На остановках мерзнут летом. Жара 40 градусов. Очень, очень классный, конечно, автобус. Ну, почему? Нет, ребят, так дело не пойдет. Оп. Легонечко, тихонечко. Ну, вроде есть там место еще. Попробуем сейчас, посмотрим, сможет ли он вывернуть. Ага, сейчас посмотрим. Вдруг он повернется в нашу сторону. Нет, не повернулся. Смотрите, насколько круто он может вывернуть. Ой. Что-то я, по-моему, на Иксана садился только что. Ой. Дядька, ты уж извини, ну как бы, ну... Понимаешь, да, ехать надо. Детишек везу. Детишек в школу везу. Ну, в село. На-на-най, на-най, на-най, на-най. На-на-най, на-най, 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 на-най. Все, максималка 92. В упор. Больше не могу переключиться никуда. Поэтому смело, спокойно вот так вот идем. 90. Ну, в принципе, неплохой ограничитель достаточно. Что-то я здесь чувствую не пролезу, и ты вообще, что ли, долбан. Ты что делаешь? Все, засандалил мой автобус, прикиньте. Вы посмотрите, что случилось. Это просто жесть какая-то. Я не могу так дальше продолжать. Ну, почему? За что он так со мной? Что ему сделал вообще плохого? Чувак, ты что? С дуба рухнул, что ли, а? Как там? Во, R. Так, мне надо за руль, а то я ничего не вижу так. Попробуем сейчас на скорости выскочить. Давай! Да. Ну, я хотя бы попытался. Так, ну, здесь третий, это край, и мне не хватает просто-напросто места, чтобы нормально разогнаться. И здесь вот... Брось! Так вообще не может быть. Так, ладно, там был выезд где-то. Едем тогда туда, к выезду. Просто взял и повернул в меня. Ну, как это вообще возможно? Скорее всего, мне кажется, в жизни ничего бы такого не было. Мне кажется, что он бы не смог свалить автобус. Ну, при всем уважении к Опеле, ну, как бы масса-то совершенно разная. Автобус сколько весит? Тем более с пассажирами. Неа, не смог бы. О! Чуть я скорую не пропустил, что ли. Простите, ребятки. Ребятки-медики. Смотрите, 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 идет на обгон. Он идет на обгон. Вот там слева было видно. Идет на обгон. Сейчас будет в меня перестраиваться, наверное. Показал поворотничком, что еду. Показал поворотничком. Это тормоз-пол был. Это был тормоз-пол, чтобы вы поняли. Так, дождите, а куда мне ехать надо? Куда я включил поворотник? Так, ладно, давайте сюда тогда. Не знаю, куда эти дороги ведут. Но поедем сюда. Сегодня у нас такой маршрут. Как бы, я не знаю, надо попробовать еще. Я тут видел еще один симулятор автобусов, новенький. И мне кажется, что самое время ближайшее я его протестирую. Но пока сегодня катнем вот так вот в сити-кар. Нет, слушайте, ну мне реально нравится. Вот прошлый раз, когда я пробовал на Лиазе, по-моему, кататься, это было здорово. И сейчас тоже. Ну, чем тут меня цепляют? Автобусы, вот эти большие машины, что-то в них есть такое. Причем, когда ты едешь именно на фуре, на грузовике с грузом, все равно не те ощущения. Вот именно на автобусе. Очень здорово. Смотрите. Просто вот так вот автобус идет на обгон. Жесть. Обогнал газелиста, кстати. Ну, или транспортера, не знаю. По-моему, газелист. Фигачим. Вообще. Можно одной рукой держать руль. Очень легкий. Ну, в игре очень легкий. Понятно, что в жизни, наверное, он не настолько легок. В пол тормоз не проскользнул. Все, не проскользнул вообще. Да, тормоза, конечно, ну, такое себе здесь. Тормоза оставляют желать лучшего. Но во всем остальном автобус-пазик реально очень-очень крут здесь. Мне реально понравился. Давайте так. Если вам понравилась серия, вы поставите лайк. Напишите комментарии, где вы сидите, на какое место у вас любимое. Обязательно подписывайтесь на канал. С вами был Механик. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok